Маленький львенок в палате с мамой только несколько дней. До этого пару недель его выхаживали врачи в реанимации. Он родился с экстремально низкой массой тела. Малышу предстоит долгий путь набора веса и здоровья в ней материнства и детства. Родились мы кило 240, была у нас 31 неделя беременности. Это, скажем так, было экстренно, потому что опять же были проблемы у меня со здоровьем. Ну вот, родилось маленькое чудо, кило 240. Сейчас мы весим кило 811, то есть вот буквально с 10 января мы родились, и сегодня мы уже имеем вес кило 800. Ежегодно в Ивановской области рождается около 200 детей с массой тела меньше полутора килограммов. Причин, почему так происходит, множество. Эта проблема во всем мире считается нерешаемой. На процент преждевременных родов повлиять нельзя. Зато можно повлиять на здоровье недоношенных малышей. Мы выхаживали ребенка, у нас живой и ребенок, не имеющий группы инвалидности, 440 грамм. Наш самый маленький рекорд. Но, в принципе, вес, от которого мы работаем, и так наша нормативная база устроена в стране, от 500 грамм. Недоношенных детей восстанавливают в три этапа. Сначала в реанимации, потом в палате, где идет набор веса, а потом уже наблюдая и обилитируя до 5 лет. Допустим, лет 10 назад таких детишек погибали примерно половина из тех, что рождались, то сейчас выживаемость таких деток составляет примерно 90% плюс-минус. То есть почти все детишки выживают, такие маленькие, незрелые, глубоко недоношенные. Именно они вызывают наибольшую тревогу. Они поступают в реанимационное отделение у нас. Там находится определенное количество дней, находятся на очень серьезной терапии. Здесь искусственная вентиляция легких, другая респираторная терапия, инфузионная терапия. То есть масса такого достаточно интенсивного лечения. Еве 4 месяца. Она вместе с сестрой-двойняшкой родилась меньше полутора килограммов весом. Сейчас здоровью малышек ничего не угрожает. В отделении реабилитации им показаны процедуры в кроватке «Сатурн». Поток воздуха имитирует состояние невесомости. Такой вибромассаж крошкам очень полезен. Из Костромы вот такие вот какие-то сложные случаи, они стараются направить сюда. То есть у нас была одна плацента, преждевременные роды, недоношенные. Нам самим сюда хотелось, потому что даже в Костроме, значит, здесь очень хорошая реанимация. Вообще для детей, для недоношенных. Прям действительно вся Кострома об этом говорит. Это метод компьютерной стабилометрии. Он позволяет определить у детей ДЦП в очень раннем возрасте – 3-6 месяцев. Разновидность метода, позволяющую держать детей горизонтально, разработали здесь же, в НИИ. Мы на самых ранних этапах лечения начинаем дифференцированные программы восстановительного лечения с использованием современных медицинских технологий. Особое внимание уделяется немедикаментозным методам лечения, таким как физиотерапевтические воздействия, массаж, кинезиотерапия, ортопедическая коррекция, занятия с логопедом-дефектологом, психологом. Раз в неделю мамы с недоношенными малышами могут прийти на амбулаторный прием в так называемую клинику одного дня. Здесь детей осмотрит окулист, невролог, генетик, иммунолог и лор. Это категория повышенного риска формирования различной патологии. Для недоношенных детей существуют даже заболевания, которых практически не встречается у доношенных. Это бронхолегочная дисплазия, то есть на это заболевание влияет недоразвитие легких вследствие того, что эти детки очень рано родились. Бывают проблемы с глазками, то есть это ретинопатия недоношенных. Это два заболевания могут привести к инвалидности. Восстановление недоношенных – это очень тяжелый и многолетний труд. Врачи называют его преемственным. Сначала кропотливая работа над сохранением жизни, а потом над восстановлением здоровья. В 90% случаев недоношенные дети от сверстников ничем не отличаются.